Мы передаем с любовью приз лучшему мастеру парикмахерского искусства, понимая, что эти ножницы будут его вдохновлять на новые идеи. Вот награда, за которую боролись участницы конкурса парикмахерского искусства. Призовая статуэтка – ножницы из бронзы. Инструмент, с помощью которого мастер создает шедевры и делает привлекательным любого человека, особенно женщин, в талантливых руках скульптора сам становится произведением искусства. Так награду видели наши художники, потому что парикмахерское искусство, что это может быть? Это может быть как обычный человек. Это должен быть человек, который парикмахер и так далее. А мы сказали, что главное искусство – это руки человека и тот инструмент, который позволяет делать шедевры. Награду для конкурса профессионального мастерства сделали по эскизу художников Международного концерна творчества. Емко и просто, в скульптуре, говорят его сотрудники, отразилась вся суть профессии. Специалисты в области создания стиля человека с помощью прически точно знают, как стать красивой. К этому конкурсу они готовились почти два месяца. За помощью обратились к эксперту, абсолютной чемпионке мира Наталье Шарафуддиновой. В 2018 году она великолепно выступила на чемпионате мира по парикмахерскому искусству в Париже, где стала абсолютной победительницей. Завоевала три медали в трех номинациях. Ее сильная сторона – вечерние прически. Они же самые сложные. Все зависит от желания мастера. И, безусловно, и талант тут. Как бы первую очередь играет роль. То есть, если мастер достаточно талантлив, если у него есть желание, стремление быть не просто работать в парикмахерской, а быть уже где-то именно поближе к пику, да, к эпогею красоты, и, конечно, из него получится хороший специалист, чемпион. Чтобы соответствовать всем стандартам и отвечать правилам конкурса, накануне провели не одно учебное занятие. С инициативой организовать конкурс выступило Управление потребительского рынка и услуг городского округа «Мытищи». Они же пригласили к участию специалистов Союза парикмахеров и косметологов России. Пригласили тренеров Союза парикмахеров и косметологов России, чтобы они могли позаниматься нашими мастерами. А по итогам этого конкурса будет определён лучший мастер, который на сегодня работает на территории городского округа «Мытищи». Лучшего мастера городского округа предстояло выбрать из пяти претендентов. Все они специалисты опытные и следят за новинками в мире моды. И точно знают, прическа – это первое, что бросается в глаза. А чтобы подчеркнуть индивидуальность и красоту человека, нужно быть не только мастером, но и продолжать учиться. Итак, несколько слов о конкурсантках. Впервые участвует в таком состязании Анна Бражникова, а потому относится к этому испытанию с особой ответственностью. Анна уверена, для дальнейшего развития опыт в соревнованиях профессионального мастерства очень важен. Для меня это интересно. Хочется попробовать себя в чём-то новом. Так как прически для меня – это моя любовь, я бы сказала. Вот. Ну, и, конечно же, хочется развиваться дальше. Следующая участница – Севидж Эйвазова в профессии 6 лет. Её руководитель говорит, у мастера золотые руки, и сильная сторона – именно конкурсные прически. Поэтому решение, кто отправится от салона на испытание профессионального мастерства, долгих размышлений не требовало. От меня требуется моя фантазия в основном, чтобы я воплотила свою идею. В основном тут должна быть гладкость, чистая, да. В основном все обращают внимание именно на чистоту. И, пожалуйста, фантазии. За 25 минут мастер должен показать свой вкус, умение и воображение. Поэтому идеи причесок на таких конкурсах встречаются от реалистичных до фантастических, рассказывает ещё одна участница – Светлана Софиян. Мастер опытный. За её плечами десятки таких состязаний. После последнего подумала даже, что соревновательного опыта ей уже достаточно. А потом решила тряхнуть стариной, поддержать мытищи наш родной, поучаствовать, вспомнить, что такое форма конкурсной прически. Всё-таки это совершенно другое, нежели обыденная салонная прическа. Участницам предстояло показать свои навыки в создании конкурсной прически. Причём задания, по словам претендента, к названию лучшего парикмахера мытищ, очень отличается от того, с чем приходится сталкиваться в повседневной работе. Да и время ограничено. На всё про всё всего 25 минут. Я участвовала в конкурсе уже давно, но не участвовала в конкурсе причесок. То есть для меня это первый опыт. Прически для своих моделей конкурсантки выбирались сами. Важное условие – работа только расчёской и лаком для волос. Исключены дополнительные украшения. Мы всё-таки надеемся на победу всех, но для меня главное – участие. В то время, пока конкурсантки создавали свои шедевры, за их работой наблюдала жюри. Впервые в роли судьи – заместитель главы администрации городского округа Матищи Ирина Шилова. Задача власти – поддерживать малый бизнес. Ведь эти люди вносят свой, пусть и небольшой, в отдельности, но в целом весомый вклад в налоговую базу муниципалитета. Конечно, очень ответственно, когда организатор берётся, допустим, поднимать какую-то определённую отрасль именно в позиции конкурса. Потому что ведь само по себе сначала внутри какой-то организации проводятся небольшие конкурсные процедуры, а дальше выходит как бы на этап округа. Во-первых, это объединяет учреждения, организации внутри отрасли. Во-первых, это знакомит с предовыми какими-то достижениями. В любой профессии они есть. Личные достижения какого-то мастера, допустим, какого-то профессионала своего дела или в целом коллективного. Право решающего голоса предоставили председателю жюри Александре Колгановой, вице-чемпионки мира по парикмахерскому искусству. За её плечами не один подобный конкурс. И она всегда готова поделиться секретами мастерства и дать профессиональный совет. Конкурс – это самое важное. К примеру, я не с первого раза это всё заняла. И, естественно, меня это задело. И мне хотелось двигаться дальше. И каждый раз, когда что-то не проходило, я себе давала установку, что мне по-любому надо это сделать. И всегда ехала только за первым местом, только за победой. Это мой принцип. И поэтому после своих спадов всё пошло по-нарастающе. Сначала чемпионат Ярославля, потом Москва, потом Питер, потом Россия. И до чемпионата мира буквально за 2-3 года дошла. Жюри внимательно изучили каждую из моделей, выставили баллы и уже за закрытыми дверями и без посторонних глаз вынесли свой вердикт. Замак, дайте имя твоё! Приди уже! С детства мне... Я всех чесал, честно говоря. Просто мне это нравилось. Все просили, просто так, сделай это, сделай это. И так, потом мне стало это интересно. И все стали говорить, что давай, начинай, тебе это идёт, тебе нравится. Тем более, если нравится, то учёба тут вообще не играет роль. Потихонечку я начала смотреть видеоуроки какие-то, там, не знаю, что-то... Вот прическа мне понравилась, я решила её повторить. И постепенно-постепенно начала набивать себе руку, то есть сама по себе. Сейчас я могу любое видео, если я его вижу, я его могу повторить. То есть любую прическу, то есть повторить для меня вообще не проблема сейчас. Притом то, что я не училась, просто у меня есть желание, скажем так. Конкурс парикмахерского искусства – это добрая, забытая традиция, которую решили возродить. Для участниц это отличный шанс приумножить свой профессионализм, перенять опыт у других мастеров и, конечно, возможность завоевать главный приз – сертификат на прохождение курсов по повышению квалификации по стрижкам и окрашиванию в Союзе парикмахеров и косметологов России. А это для профессионального роста крайне важно. Прежде чем добиться большого успеха, нужна многолетняя подготовка. Тогда мастер вырастает в художника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова